Здравствуйте! На канале АТВ Центр время новостей. В эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Готовы ли ахтубинские фермеры к импортозамещению? Губернатор Александр Жилкин с рабочей поездкой побывал в Ахтубинском районе и встретился с местными сельхозпроизводителями. Хочешь сдать ЕГЭ, напиши сочинение. Вчера 11-классники делали пробу пера, а вот 3 декабря письменный экзамен по русскому языку придется сдавать официально. Они стали балакиревцами. На праздничном мероприятии юных музыкантов к творчеству приобщала сама фея искусств. И обо всем подробнее. Начнем же выпуск с обзора событий за неделю. Жители поселка Нижний Баскунчак крайне обеспокоены судьбой участковой больницы. В конце октября Министерство здравоохранения Астраханской области подготовило распоряжение о реорганизации этого медицинского учреждения, то есть передаче его под юрисдикцию отделенческой больницы железнодорожников, которая находится в поселке Верхний Баскунчак. Это решение вызвало немало вопросов, споров и недовольства среди населения. И это вполне объяснимо. Люди боятся, что останутся без квалифицированной, а главное, доступной медицинской помощи. Однако и в региональном министерстве здравоохранения, и в районной больнице утверждают, этого не случится при любом развитии событий. В том, что участковая больница в поселке Нижний Баскунчак с нового года будет работать, так сказать, под крылом железнодорожников, скорее больше плюсов, чем минусов. Так считает главный врач Ахтубинской районной больницы Елена Шьянова и готова твердо отстаивать свою позицию. Для населения ничего не меняется. Вся структура, которая находится в участковой больнице, сохраняется. Это дневной стационар, это участковый терапевт, участковый педиатр, зубной врач. Будет проводиться также функциональная диагностика, электрокардиограмм, забор крови. Будут работать кабинет физиолечения. И также планируется перевезти на Нижний Баскунчак станцию скорой помощи с Верхнего. В настоящее время в поселке Нижний Баскунчак проживает более 3000 человек. Много детей, пожилых людей, инвалидов. Есть и страдающие сахарным диабетом. Для них квалифицированная, вовремя оказанная медицинская помощь жизненно необходима. Жителей поселка волнует вопрос транспортной доступности специалистов. Доставка, доступность, это, конечно, уже задача муниципальной власти. И я думаю, вот завтра будет Совет районных депутатов, этот вопрос озвучится. Думаю, это вопрос решаемый. Еще один вопрос. Останется ли медицинское обслуживание населения бесплатным? Раз вы прикреплены к данному лечебному учреждению, вы имеете право бесплатно. Все те услуги, которые существуют в данном лечебном учреждении, вы можете получить. Некоммерческое учреждение здравоохранения отделенческая больница ОАО «Российские железные дороги», расположенная в поселке Верхний Баскунчак, обслуживает более 8,5 тысяч человек. Из них лишь треть – железнодорожники, остальные члены их семей, пенсионеры и просто жители поселка. О финансовом состоянии этой больницы можно судить по кадрам видеосъемки. Главный врач Владимир Никитин с гордостью демонстрирует помещение поликлиники. Отремонтированное и светлое, просторные кабинеты медицинских специалистов самых различных направлений, современное медицинское оборудование, дневной стационар на 45 коек. Вполне естественно, что жители поселка Верхний Баскунчак в основной массе довольны качеством медицинского обслуживания. Я бесплатно здесь все лечение получаю, без всяких шприц и капельницы. Я тут лежала в хирургическом отделении, например, только выписалась недавно, в начале месяца. А сейчас лечу по перевязке, мне делают все бесплатно. Я же проживаю на Нижнем Баскунчаке. Пенсионер железнодорожный, прикреплен к этой больнице, больнице Верхнего Баскунчака. Ну, на Нижнем Баскунчаке я не сама. Не обслуживаюсь, только закреплен из-за этой больницы. Поэтому там тем более специалистов нет, один врач. Сравнений нет никаких. Я считаю, что эта больница лучше, чем Нижний Баскунчак. Елена Шиянова, как врач и руководитель, оценивает состояние Верхнего Баскунчакской поликлиники по высшему разряду. Ведомственная больница железнодорожная, она имеет очень хорошую материально-техническую базу. Те обследования, которые люди должны были ехать за 50 километров в Ахтубинскую районную больницу, все можно получить около дома, так сказать, за 7 километров. Вся стационарная помощь, круглосуточная, будет оказываться на базе Ахтубинской районной больницы всем жителям Нижнего Баскунчака, Верхнего, то есть на весь Ахтубинский район рассчитана наша районная больница. То есть здесь проблем вообще никаких не будет. А стационарно-замещающие на базе Нижнего Баскунчака у нас только терапевтические койки. А вот ведомственная больница имеет дневные койки всех профилей. Это очень удобно больным. Население только выиграет. Да, какие-то будут организационные мероприятия для медицинского персонала, который в этом больнице участвует, работает. Наверное, и режим работы будет. Но это как новый руководитель посмотрит. Несмотря на все плюсы, предстоящие преобразования, переход от муниципального подчинения больницы к ведомственному продолжает пугать жителей Нижнего Баскунчака. Одна из них, Галина Воробьева, поделилась своими опасениями с нашей съемочной группой. Нам бы хотелось, чтобы нас обслужили наши врачи, наши медсестры. И, знаете, говорят, дома теплее. Вот в нашем Баскунчаке нас все знают. И вот даже отношение медицинского персонала и всех работников совсем другое. Попадая даже в Ахтубинскую больницу, вот мы чувствуем, что мы там чужие. Руководство районной больницы уверяет, и персонал, и население, и здание поликлиники от преобразования не пострадает. Здание остается в собственности государственное. Это наше здание. Просто верхний Баскунчак, узловая больница, железнодорожная, она будет просто арендовать помещения, те, которые ей необходимы для сохранения всей структуры участковой больницы. Государственные, муниципалитеты, эти обмены, они узаконены, они имеют место быть и существовать. Как бы ни сложилась судьба с ведомственной, все равно оказывать помощь и развивать медицинскую помощь на селе будут. И нам никто не позволит оставить население без медицинской помощи. Отделение переливания крови является структурным подразделением районной больницы, которое обеспечивает проведение трансфузионной терапии пациентам при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Отделение переливания крови обеспечивает организацию и контроль за проведением трансфузионной помощи в отделениях больницы, осуществляет заготовку, производство, хранение и круглосуточную выдачу компонентов и препаратов крови. Банк крови постоянно пополняется за счет уже проверенных доноров. Но нередко сотрудники отделения предлагают сдать кровь родственникам и знакомым, нуждающегося в помощи. Никогда нельзя спрогнозировать ситуацию, которая возникнет, предположим, на следующий день, потому что нуждаемость в разных группах всегда разная. И поэтому, если возникает ситуация экстренная, мы дополнительно обзваниваем донорам или привлекаем доноров и родственников. Просим больных, чтобы по возможности доноры и родственники подходили и сдавали кровь. Конечно, если у человека нет родственников, это не говоря о том, что он останется без крови. Для этого и существует наша служба, для этого мы здесь работаем, для того, чтобы обеспечить бесперебойно всех нуждающихся в крови. Сдача крови родственниками идет на пополнение банка. Вольют же пациенту кровь уже обследованную и проверенную, требования которой в настоящее время очень высоки. Кровь переливается не только по группе и резус-фактору, но и по подгруппам и фенотипу. На наш вопрос, какая группа крови наиболее востребована, заведующее отделением говорит, что однозначного ответа здесь быть не может. Все зависит от группы крови пациентов, нуждающихся в помощи в конкретный момент. Хочется отметить, что в данное время, несмотря на то, что самая распространенная группа является вторая положительная, а самыми редкими является четвертая положительная и четвертая отрицательная, но имеет значение то, что какая группа требуется именно на данный момент. Например, в нашей больнице сейчас несколько больных, которые нуждаются в третьей положительной группе. И только наши доноры спасают им жизнь, буквально. То есть принцип «больше доноров, больше жизни» является сейчас главным. Если только не будут люди давать свою кровь, то эти люди просто перестанут жить, которые нуждаются. Они живут только за счет этой крови. Поэтому никакого здесь ажиотажа нет и никакой такой экстренности. То есть банк у нас существует, и мы справляемся. Но просто хотелось бы пригласить желающих людей, которые хотят помочь другим людям, третьей группы, к нам в доноры. Дать кровь могут все желающие, достигнувшие 18-летнего возраста. Но люди должны иметь прописку в Астраханской области. Это связано с тем, что у сотрудников отделения есть доступ только к региональной базе компьютерных данных. Дело в том, что для переливания подойдет кровь далеко не каждого. Противопоказаниями являются инфекционные заболевания, сахарный диабет и прочие болезни. Чтобы в банк не попала кровь больного человека, специалисты работают с базой данных. У желающих сдать кровь проверяют не только прописку, но и медицинскую книжку. Медики уверены, что донорство – дело не только добровольное, но и благородное. Недаром же государство поощряет тех, кто становится почетным донором России. Человек, сдавший 40 раз кровь, либо 60 раз плазму, становится почетным донором Российской Федерации. Ему приходят федеральные удостоверения, подписанные министром здравоохранения Российской Федерации. Он имеет ряд преимуществ, таких как ежемесячную выплату пособия и некоторые льготы, как внеочередное предоставление отпуска на рабочем месте, внеочередное обслуживание в медицинских учреждениях. Я думаю, что это просто очень приятно и почетно говорить, что я почетный донор. Плановый забор крови происходит дважды в неделю, во вторник и в четверг. В районной больнице говорят, что переоценить доноров невозможно. То, что они спасают людям жизнь – это не громкие слова, а сущая правда. Ну а теперь к свежим новостям. В Ахтубинском районе введена в эксплуатацию первая очередь многофункционального комплекса для хранения, доработки и предпродажной подготовки овощей. На запуск нового торгово-логистического центра производительностью до 120 тонн в смену приехал губернатор Александр Жилкин. 19 ноября главу региона сопровождали областные чиновники, представители районной власти и наш корреспондент Владислав Лихварь. Первый визит состоялся на птицефабрику Владимировская. Директор Рафаил Лосаев показал руководителям реконструированные цеха поголовья корр-несушек, которые на 1 октября текущего года произвели 55 миллионов штук яиц. На 7 миллионов – больше, чем в прошлом году на эту же дату. Хотя количество кур было сокращено на 12 тысяч. Это результат нанотехнологий на птицефабрике. Проехать мимо работающего логистического центра в селе Пологозаймище, одного из самых первых в области и крупных, губернатор тоже не мог. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Агропром Ахтуба Ирина Полякова встретила в гостей в рабочем обстановке. Шла очередная подготовка продукции к реализации, выращенной на полях села Пологозаймище, о чем можно было получить информацию на маркете. Время затаривания лука, бригада, которая выращивала его, и бригадир фасовочной бригады. Полякова сообщила губернатору Александру Жилкину и министру сельского хозяйства Астраханской области Алексею Галкину, что в этом сезоне их компания Агропром Ахтуба произвела 150 тысяч центнеров лука при урожайности 710 центнеров с гектара, 9 тысяч центнеров томата, получив урожайность 670 центнеров с гектара, а капусты 6 тысяч, при урожайности 470 центнеров с гектара. Сейчас идет реализация заготовленной в хранилище продукции. Большегрузные автомашины в очередь стоят для загрузки продукции, выращенной на полях Ахтубинского района. Третий объект, который посетил глава области, логистический центр общества с ограниченной ответственностью Викалина, руководят которым директор Леонид Яковлев и фермер Амар Гелиханов. К приезду высоких гостей было приурочено открытие овощехранилища, построенного в рекордно короткие сроки, при активном участии спонсора группы компаний Агропром МДТ, возглавляемой Павлом Шинским. Хор «Вольница» Народного центра казачьей культуры Ахтубинского района встретил гостей хлебом с солью. Губернатор Александр Жилкин, глава района Виктор Ведищев, генеральный директор компании Агропром МДТ Павел Шинский разрезали памятную ленточку, открыли очередной логистический центр в Астраханской области, в Ахтубинском районе. После осмотра новых технологических линий, работающих в комплексе, руководители зашли в одно из хранилищ под потолок по технологии затаренного лука. Завершился визит губернатора пресс-конференции работникам средств массовой информации российского, астраханского, ахтубинского телевидения, радио и газет. И первый вопрос журналисты задали губернатору о государственной поддержке фермерам. Поддержка будет даже выше, чем уровень текущего года. Ну а такие комплексы, которые сегодня проинвестировал сюда Павел Львович, компания Агропром МТД, это, конечно, то, что мы делали. Начинали первым по стране и попали прямо в точку этой хранения, и предпродажная подготовка, это, естественно, в качественном состоянии предлагается сетян, тогда сети берут. Ну и, в общем-то, тут с учетом введенных взаимных санкций со стороны Российской Федерации по некоторым европейским государствам, это все будет востребовано. Поэтому еще раз хочу вас поблагодарить за инвестирование в Астраханский регион, в Ахтубинский район, и желаю успехов, просто он будет помогать. Спасибо, спасибо. Планы вашего развития, да. Ну вы здесь видите первую очередь комплекса, запланирована вторая очередь, и мы развиваемся не только в теме лука, но у нас есть проекты по подсолнечнику в Ахтубинском районе, и, возможно, молочное животноводство тоже. Я хотел, пользуясь случаем вот такого большого центрального телевидения, пригласить других инвесторов в район. Вот мы очень довольны тем сотрудничеством, которое началось. Я считаю, что здесь, на Астраханской земле, в Ахтубинском районе развиваться можно, и деньги вкладывать можно и нужно. На этом пребывание губернатора на Ахтубинской земле не окончилось. Виктор Ведищев, глава района, решил познакомить Александра Жилкина и министра сельского хозяйства Алексея Галкина еще с одним перспективным проектом в районе, касающимся развития туристического бизнеса. Для этой цели пригласил их посмотреть величавую Волгу-матушку с базами отдыха, выстроенными на ее берегах, и привел в Дубраву, к самому могучему дубу в Астраханском крае, по преданию, высаженному в царствование Екатерины II. Александр Жилкин, согласно традиции, загадал желание, причем не тайно, сказал, чтобы... Все получилось в области, в Ахтубинском районе. Безусловно, наши предки сажали, и нам, самое главное, сохранить. Поэтому одна из целей национального парка была сохранить Дубровой рощи, вообще поймы в Ахтубинске, чтобы люди сюда приезжали, отдыхали, смотрели, могли порыбачить и так далее, но только в меру. Алексей Галкин, он родом из Харабалинского района, добавил. Конечно, у вас есть те вещи, которые в чем-то, может, нету в Харабалях. На самом деле, вот, конечно, это для меня открытие. Шикарная роща, большое количество дубов, конечно. Я думаю, даже хорошо, наверное, что об этих местах многие не знают. 20 ноября 11-классники писали сочинение. Это была пробная попытка. А вот официальное написание сочинения намечено на 3 декабря, но это и станет допуском к остальным экзаменам. Наша съемочная группа побывала вчера в средней общеобразовательной школе номер 6. Подробности в репортаже Ксении Дюпиной. В течение трех предыдущих месяцев 11-классникам и их преподавателям довелось проделать большую работу. Согласно нововведениям Министерства образования и науки, с 2014-2015 учебного года итоговое сочинение стало обязательной процедурой допуска к единому государственному экзамену. Цель сочинения – выявить уровень речевой культуры выпускников, их умение рассуждать с опорой на литературный материал, соответствующий проблематике предложенной темы. Безусловно, трудности есть, трудности есть и у учителей русского языка, и у ребят, потому что сочинение – это творческий вид работы, который требует действительно активизации всех мозговых усилий и в первую очередь хорошей начитанности для того, чтобы хорошо выразить и свои мысли, интересно представить ту информацию, которую ты обладаешь. В средней общеобразовательной школе номер 6 в этом году пробное испытание предстояло пройти 76 школьникам. Из которых всего один человек воспользовался правом заменить сочинение изложением. Данная привилегия предоставляется только ученикам с ограниченными возможностями здоровья. Для всех остальных экзамен проходил в форме сочинения. Нынешние выпускники, говоря о своем отношении к нововведению в целом, а также целесообразности проведения пробного испытания, расходились во мнениях. Это огромная подготовка к экзамену, то есть можно проверить свои силы. Если что-то не получится, то можно изменить до 3 декабря. Я считаю, это нужная практика, потому что у некоторых, возможно, что-то не получится, и будет шанс исправить. Я считаю, это неправильно, смысла нет, я не вижу. Вот проводить такие наподобие, как сегодня мероприятия, нету смысла. Потому что нас, наоборот, тревожат, нас беспокоят, мы не успеваем подготавливаться, у нас уроки остальные есть, помимо сочинения. Мы пытаемся, мы торопимся, у нас не хватает времени, мы не усыпаемся. Я против этого сочинения. Ну, я считаю, что много школьников не готовы к этому. Это какой-то дает стресс на ЕГЭ. Школьники думают, вдруг они не сдадут, что будет дальше. К проведению пробного экзамена отнеслись со всей серьезностью. Процедура проходила в соответствии с требованиями, выполнение которых будет обязательно 3 декабря при написании официального итогового сочинения. С обоевой аудитории учащимся разрешалось брать только черную гелевую ручку, паспорт и воду. Личные вещи и мобильные телефоны оставляли в специально оборудованных местах. На входе в класс проходил паспортный контроль, а внутри велось видеонаблюдение. Темы сочинений стали известны только к началу проведения экзамена. За 20 минут до начала проведения экзамена поступают темы в закрытую базу данных, а затем за 15 минут до начала проведения экзамена темы должны быть уже известны в образовательных учреждениях. Значит, планировалось 5 тем, но сейчас мы увидели, что на пробный экзамен ребятам предоставили 3 темы. Первая тема – какие произведения Лермонтова вы бы посоветовали прочитать другу по одному или нескольким произведениям Михаила Юрьевича Лермонтова? Можно ли обойтись без книг? И третья тема – почему важно уметь сострадать другому? То есть хорошие темы. Поэтому я думаю, что ребята достаточно успешно сделают пробу пера. На пробном сочинении полностью прорабатывался механизм проведения будущего экзамена. Это поможет ученикам увидеть свои сильные и слабые стороны и даст время скорректировать процесс подготовки. А организаторам – исключить ошибки, которые могут быть допущены во время написания официального итогового сочинения. Уже в понедельник, 24 ноября, будут известны первые результаты сочинений. И хотя экзамен пробный, проверка знаний самая настоящая. 20 ноября состоялось пробное сочинение, итоговое сочинение для того, чтобы дети могли ощутить, попробовать, как это будет на самом деле 3 декабря, когда будет официальное итоговое сочинение к допуску ЕГЭ в 2015 году. Все процедуры были соблюдены. То есть были рекомендации с Министерства образования и науки Астраханской области, где рекомендовали ввести видеонаблюдение, где должна быть аудитория от 15 до 25 мест. Были организаторы в аудитории и вне аудитории. То есть приблизили максимально к сдаче ЕГЭ. В данный момент муниципальная комиссия проверяет работы. Но это не означает, что 3 декабря работы будет проверять наша муниципальная комиссия. Естественно, это будет проверять другие муниципалитеты. Это будет перекрестная проверка. То есть мы будем проверять какой-то другой муниципалитет. Наши работы может проверять город Астрахань. То есть мы этого не знаем. Мы 3 декабря отвозим работы в Центр мониторинга образования, в отдел ЕГЭ, где нам выдают такое же количество работ, сколько у нас участников будущего ЕГЭ. И наша комиссия будет проверять. В данный момент это идет апробация, то есть механизмов, как это все будет проходить. Я считаю, что наши коллеги, то есть педагоги справились с этой задачей, потому что, отсматривая видеозаписи, то есть как это должно быть в пунктах, процедуру написания, сочинения, то есть проведения этого мероприятия, педагоги соблюдают. 17 ноября в районной детской школе искусств имени Милия Балакирева состоялось первое в истории школы событие посвящения в юные балакиревцы. Праздничные мероприятия прошли в районном Доме культуры и Доме культуры речников. Для первоклассников этот день стал волнительным и запоминающимся. На одном из мероприятий побывала наша съемочная группа. Такой праздник в районе бывает раз в году. Организаторы, руководители детской школы искусств назвали его посвящение в балакиревцы. А на самом деле это рождение ахтубинских звездочек. На сцену поднимались самые юные ученики, самые талантливые, окончившие первый класс. Девчонки и мальчишки, конечно, волновались, ведь на главной сцене района они выступали первый раз. Хотя Илья Пальшинцев, например, уже собирал аплодисменты у жителей села района. А это будущий артист разговорного жанра Александр Порошин. Знакомить его фамилию минут десять своим монологом вызывал хохот в зале. Будущие театральные артисты тоже удивили зрителей мастерством исполнения миниатюры «Марона», «Лиса» и «Билет в театр». Ведущие Анна Зайцева и Катя Ханова срывали лепестки с музыкального волшебного цветка. И на сцене появлялся новый музыкальный номер. Настала очередь последнего лепестка фиолетового. Катюша, срывай мы скорее. Ребята хореографического отделения, поручайте всем исполните нам веселый танец. А помогут нам в этом хореографический ансамбль арабельский. Все задания волшебного цветика-семицветика были выполнены. И директор детской школы искусств имени Милия Балакирева поздравила всех гостей и ребят с праздником. Сегодня мы вступили в большую семью музыкантов, художников, театральных артистов, хореографов. Все, кто учится в нашей большой школе. Потому что в нашей школе учатся более тысячи учащихся в разных классах и на разных инструментах, и на разных отделениях. Поэтому сегодня получился настоящий праздник. Я желаю вам самое главное, чтобы огонек у вас дарил в классах всегда, чтобы вы радовались, когда идете в школу. Ну, немножко радовались, когда идете из школы тоже. Да? Согласна. Я обращаюсь к мамам, папам, бабушкам и дедушкам. С какой гордостью сегодня смотрите вы на первые выступления своих ребят. И пусть эта гордость будет к вас на протяжении многих-многих лет, в течение которых вы будете дружить с нашей школой и радоваться успехам своих ребятишек. Всех первоклашек на празднике искусства наградили значком «Юный балакировец». В завершение праздника все дружно исполнили веселую песню «Помогите кенгуру». В театральном искусстве я первый год. Сегодня мне поручили первый раз выходить на сцену в роли ведущей. Я, конечно, волновалась, не знала, куда идти, что делать. А так вроде все нормально. Я была на концерте, радовалась за свою дочь и за всех детей, которые здесь выступали. Мне очень понравилось. Пусть побольше будет таких маленьких-маленьких, но таких теплых концертов. Я вообще горда, горда за дочь. Молодец. Сегодняшний день богат на даты, одна из которых нам ближе всего – это Всемирный день телевидения. Без голубого экрана наша жизнь была бы скучна. Телевидение и друг, и массовик-затейник, и источник информации. Телевидение до сих пор остается основным источником информации, несмотря на то, что есть интернет. Потому что как-то телевидению мы доверяем все-таки больше. И больше любим все-таки информационные программы, такие как новости, в том числе и Ахтубинские. Очень нравятся ваши передачи, все очень нравится. Особенно, когда лихварь про дачи говорит, да вообще все интересно. Все, да, и вот передачи очень тоже нравятся. Добро пожаловаться, тоже очень хорошие. Ну, про нашу жизнь, про наш Ахтубинск, про все. Очень интересно. Любимые у нас каналы про животных, ну и местные новости смотрим. Все новости узнаем в Ахтубинске. Ну, так что, какая может быть роль? Конечно, большую роль играет. И поздравления смотрю, все новости, которые там административные такие, вот все смотрим новости. АТВ хорошо работает, даже отлично, все новости, все затронутое. И даже праздники все, значит, концерты, которые проходят. Развлечения нет, только телевидение. Единственное, плохо, постоянно нет сигнала, нет сигнала. Откуда он делся сигнал? Бывает, смотрим тоже новости про наш край. Смотрим часто. У меня даже, когда крестник приходит с племянниками, мы все время смотрим. Они говорят, включи, включи. Мы включаем с мамой, с папой, мы смотрим. Мне особенно всего нравится. Канал «Карусель». Там разные детские мультфильмы. Были развлекательные, были поучительные. Иногда вот когда-нибудь можно что-то потерять, какой-нибудь человек нашел, обратился, например, в АТВ, ну, и ты радостный, ну, то, что нашел что-то. Телевидение – это полная информация о нашей жизни. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин